Они оставят свой след в современной истории Самары. Полотна художников с мировой известностью уже расцветают на архитектурных сооружениях и зданиях исторической части города. Мастер-каллиграфист из Санкт-Петербурга Пакрас Лампас пишет работу на подпорной стене Молотогвардейского спуска. Произведение еще не готово полностью, но уже становится новой точкой притяжения для жителей и гостей Самары. Пакрас вписывает стихи Владимира Маяковского золотыми буквами в архитектурный ансамбль набережной. Очевидно, что моя задача как художника это подчеркнуть особенность культурного пространства. Поэтому пишу я стихи Маяковского, текст финальный раскроется позже, но уже многие, кто смогли попасть или увидеть кусочек надписи, видят и упоминают и декодируют текст. А вот художник из Казани Рустам Кубик уже закончил свой проект на Ленинградской 63. Он изобразил на фасаде дома нераскрывшийся бутон, символизирующий молодость и уже увядающий цветок. Так он пытался отразить преемственность поколений. Приехали в Самару и мастера из других стран. Аргентинский гуру стрит-арта Мальком Рокс и турецкий художник Арес Батсектор. Сейчас они только готовятся к написанию шедевров. Аргентинец связывает свое участие в проекте с мистикой. Однажды во сне к нему пришла идея сделать татуировку со станции «Мир». Через несколько дней он получил предложение поработать в Самаре. Когда узнал, что город имеет отношение к космосу, согласился без лишних раздумий. Когда мне сделали предложение поучаствовать в мероприятии «Самара Граунд», я не так много знал о Самаре. Мне очень понравилось название города. Я стал исследовать эту тему в интернете, пытался узнать об истории города. И я узнал, что Самара знаменита своими ракетами, космической промышленностью, и вдруг понял, что все произошло не просто так. На встречу с художниками пришла Елена Лапушкина. Глава города рассказала о том, как архитекторы выбирали места для будущих работ мастеров. Немножко так у нас и набережная задействована, и Чапаевская задействована. Но изначально мы шли по Молодогвардейской. Улица очень значимая, сама по себе очень интересная, где есть и объекты культурного наследия, где есть и современные здания. И, безусловно, это в том числе и студенческая улица. У нас, если посмотреть через площадь Куйбышев, у нас уже идут с вами вузы. Мне действительно хочется, чтобы к этой улице было чуть больше внимания. И эти ребята нам в этом, я уверена, помогут. Проект «Самара Граунд» продлится до 13 сентября. А в день города художники в торжественной обстановке презентуют свои работы местным жителям. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.